Музыка Сейчас раздевалка у вас, Алексей, идет, я буду с вами По ходу всего нашего общения в любой момент перебивайте, задавайте вопросы и слушайте, если вам интересно ответить Хорошо, неплохо, здесь разниночный зал есть Вот это оригинал, это тоже первенство, мы последние выиграли и привезли к себе домой, никто не претендовал на него Нет, претендовали все, но мы его выиграли Есть возможность посмотреть лучшие голы, забитые Спартаком, прям отдельные, я вот любуюсь уже сто лет По-моему, с груди, да? Раз и два, ну, это такие голы он и в Европе бы занял первое место, я так думаю Олег Иванович, таким болельщикам уделять внимание особенно важно? Очень важно, обязательно нужно уделять внимание, потому что это уникальные люди Они, несмотря на такие трудности в жизни, находят отдушину в том, что болеют за команду, искренне переживают Я посмотрел в глаза этих людей, ну, я часто встречаюсь вчера, вот у Сергея Шалу на турнире был Где тоже люди с ограниченными возможностями были Я с удовольствием и всегда принимаю приглашения, когда меня приглашают на такие встречи Вы сегодня, можно сказать, выступили в роли экскурсовода, вам в радость такая роль? Да, конечно, ну, практически все здесь знакомо То, о чем может рассказать экскурсовод, я все это прошел, начиная от Николая Петровича, который создавал Спартак Наверное, мало кто знает о Николая Петровича столько, сколько я, потому что мы провели с ним тет-а-тет месяца, может быть, даже годы Иногда он рассказывал такие вещи, которые я не хочу, конечно, никому рассказывать, чисто личные У вас есть любимый стенд, экспонат в музее или все одинаково важны? К которому подходишь, вот в настоящий момент, тот и любимый У каждого экспоната есть своя история, и каждый экспонат по-своему хорош Впереди Новый год, в 2022 году Спартаку 100 лет исполняется Что пожелаете болельщикам, многомиллионной армии болельщиков Спартака? Прежде всего, благодарность всем этим болельщикам А пожелаю терпения, наверное, в настоящий момент именно тот случай, когда болельщикам нужно пожелать терпения Все, конечно же, наладится, Спартак был, есть и будет Сегодня в музей приехали особенные болельщики, поделись впечатлениями от встречи с ними Ну, слушай, началось это все, что мы недавно общались с Леонидом Трахтенбергом Когда он сказал, что будет такая встреча, что приедет Олег Иванович, что будут особые люди, так скажем Поэтому я с удовольствием согласился приехать И так совпало с датой, что сегодня у меня в Спартаке 5 лет Поэтому я провожу этот день в хорошей компании Поэтому мне приятно сегодня здесь находиться И, наверное, поделиться тоже своим каким-то пятилетним опытом Тоже было много общения, много фотографировались, много росписей Поэтому хороший день, хорошее начало дня Олег Иванович, для болельщиков в Спартаке такая встреча лучше, чем любой Дед Мороз Это лучшее, что может быть, согласен И я тоже буду честен, что приехал сегодня тоже, чтобы лично познакомиться Потому что до этого мы не общались, не было возможности 5 лет в Спартаке позади, впереди, надеемся, не меньше Что пожелаешь болельщикам в предстоящем году? Самое главное – крепкого здоровья и побольше положительных эмоций Я очень доволен Я первый раз здесь Здесь очень все хорошо, красиво И все рассказывается, как, что было за многие года Чего ждете от команды в предстоящем году, когда 100 лет исполняется клуб? Ну, конечно же, победы И хочется пожелать побед Понятно, что сейчас идет передел команды Перестрой, молодые игроки, надо сыгрываться Желаю только победу Спартак, вперед! Я вообще являюсь болельщиком московского торпеда Но, тем не менее, команда Спартак мне тоже очень близка До сих пор еще памятные 90-е годы, когда Спартак блистал на международной арене Я думаю, болельщики всех клубов радовались всем этим победам И очень приятно и необычно было, конечно, встретиться с Олегом Ивановичем Романцуем Но я вот хоть и болею за торпедой Я на матчи Спартака тоже хожу Практически на каждый матч в этом сезоне Переживаю за Спартак Желаю, чтобы команда заняла как можно выше места Пробилась, может, все-таки в Еврокубке в этом сезоне А может, даже и поборолась за медаль Редактор субтитров А.Семкин